Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о романе Дмитрия Быкова «Эвакуатор». В 2018 году я прочитал его роман «Списанное». И он мне понравился, острый, злободневный, то, что хотелось прочитать в тот момент. Но при этом он меня оттолкнул некоторой дозой русофобии, как мне показалось. Сейчас, читая роман «Эвакуатор», я понимаю, что русофобия – это во многом приходящее нечто. Потому что оно и было когда-то у Быкова в другом романе, здесь его нет. Это роман эскатологический, апокалиптический. О том, как террористическая угроза разрушает русскую государственность, которая отвечает на нее репрессиями. О том, что рушится мир, а не только Россия. О том, как почти пастернаковская своей бесприютности и непрекаянности, историю любви инопланетянина и простой московской девушки, которая пытается ее увезти на другую планету и спасти, заканчивается, как и доктор Живаго, стихами, быть может, не такими талантливыми, но при этом все равно прекрасными в своей пронзительности и тем, что это личные для Быкова стихи. Быков прежде всего гуманист. Он 60-ник, хоть и по времени он не попадает в этот период к этой литературе, но при этом он наследник Галича, Аксенова и Высоцкого, простите, Акуджава и других поэтов и писателей того периода. Быков в первую очередь борется, отстаивает человеческое достоинство в патриотарных условиях, когда свобода попрана, тирания и всяческие чудовищные способы рабства, чудовищные формы рабства господствуют в мире. Он борется с тем злом, который он сам считает иррациональным, который победить невозможно, который не победит никакое добро. И борется с этим злом одинокий Дон Кихоты, к которому он сам относится, с обостренным нравственным чувством, с обостренным единением добра и зла, который в мире уже абсолютно атрофирован, он абсолютно не чувствуется. В эвакуаторе мы видим самые разные перипетии. Мы видим иронию Быкова, поданную как приправа к блюду, не щепотками, а горстями. Порой пошлый, порой очень точно, очень острый юмор мы здесь видим. Попытка не сойти с ума от безумия окружающего мира. Я не считаю, что этот роман какой-то страшный, чудовищный. Нет, он оптимистичный, несмотря на то, что он не верит в будущее. Он верит в любовь. Любовь в этом романе оставляет людей чужими, делает людей чужими, изолирует их от мира. Попытка полюбить, стать для мира отстраненным, чужаком. Любовь в этом романе, любовь в мире, как показывает этот роман, в мире, который постоянно производит ненависть и форму всякой злобы, это постоянно быть этим миром ненавидимым, за эту любовь. Пусть даже это любовь инопланетянина, девушки, или, может, не инопланетянина, как кажется в финале. Может, всё это просто игра. Это очень хороший роман, но очень короткий, три со страниц, даже меньше, с этими стихами завершающими. С заключением своего обзора я вам процитирую несколько стихов из этого романа. Как он называется, это заключающая, завершающая глава стихи вокруг романа. Вот смотрите. Пожалуйста, новая графология. Обожаю это стихотворение. Если бы кто-то меня спросил, как я чую присутствие высших сил, дрожь в хребте, мурашки по шее, слабость рук, подгибание ног, я бы ответил, если страшнее, чем можно придумать, то это Бог. Сюжетом непредусмотренный поворот, небесный тунгусский камень в твой огород, лёд и пламя, война и смута, Тамерлан и Наполеон, приказ немедленно прыгать без парашюта, с горящего самолёта, всё это он. А если среди зимы запахло весной, если есть парашюты, к нему ещё запасной, в огне просматривается дорога, во тьме прорезывается просвет, это почерк дьявола, а не Бога, это дьявол под маской Бога, внушает надежду там, где надежды нет. Но если ты выходишь во тьму, а она бела, прыгнул, а у тебя отросли крыла, то это Бог или Ангел, его посредник, с хурмой Тамерлан и с тортом Наполеон, последний шанс последнего из последних, поскольку после последнего сразу он. Это тот, чему не учил Иуда, это тот, чему не учил, да-да, чудо ступает там, где помимо чуда не спасёт никто, ничто, никогда. А если ты в бездну шагнул и не воспарил, вошёл в огонь, и огонь тебя опалил, ринулся в чаще, а там берлога, шёл на медведя, а их там шесть, это почерк дьявола, а не Бога, этот дьявол под маской Бога отнимает надежду там, где надежда есть. И вот эта надежда, надежда на то, что бессмысленный, абсолютно бесперспективный поединок со злом, с иррациональным злом, который непонятно откуда берётся, который уничтожает, агрессивно нападает на всё человеческое, поединок с этим злом надо вести, даже понимая, что надежды нет. А, быть может, надежда именно есть в том, что Бог поддерживает таких людей, Он помогает им. И эта вера в то, что Бог стоит за плечами таких людей, как Дмитрий Быков, пусть даже ошибающегося, пусть даже падающего, пусть даже совершающего невероятные ошибки, вроде поддерживания и оправдания генерала Власова, о чём мы знаем. Это скандал знаменитый последних лет. Он, конечно, ошибается, он на многом ошибается в своих взглядах, но при этом этот одинокое думкиходство этого человека в этих романах, замечательных, которые он писал, оправдания, орфографии, остромов, исторических романах, романе Ж.Д., романе Эвакуатор, романе Списанные, и даже последних его малоудачных романов. Это всё попытка борьбы, попытка не сдаться, не обратиться, не упасть в поединке с тем, с этой серостью, в поединке с толпой, со всем тем, что объединяется, в группы, в толпы, в массы, всё то, что кучкуется. Поединок в одиночку, одинокого интеллигента. Это всё роман Эвакуатора и прочего романа. Это очень хороший роман, посчитайте его. Я уверен, что он вам понравится, даже если вам не понравились другие романы Быковым. В нём есть вещи, которые замечательно вызывают невероятное наслаждение у читателя, потому что, говорил Быков, то, что с наслаждением пишется, с наслаждением и считается. Этот писательский генонизм Быкова питается читателем. И это захватывает. Читаешь его очень быстро, я прочитал его меньше, чем за три дня. Невероятно захватывающее вот чтение. Эти всевозможные описания, всевозможные рассуждения, философемы, афористичность некоторых философем. Философских рассуждений гораздо лучше, чем у того же Пелевина. Почитайте этот роман, и вы узнаете, что не только Виктор Олегович Пелевин описывает и анализирует нашу современность. Он замечательный поэт и писатель, и прозаик. Человек с весёлыми глазами, благурый шутник, но при этом очень зрелый, очень мудрый человек. Дмитрий Львович Быков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok